Друзья, здравствуйте! С вами Настя, вы смотрите Конакову онлайн. На календаре конец декабря. По традиции в этот период принято подводить итоги и строить планы. Мы пришли к коллегу Владимиру Чулабановскому, главе Конаковского района, чтобы узнать о том, что нас ждет в 2023 году. Олег Владимирович, здравствуйте! 2022 год можно смело назвать переломным в истории нашей страны. Турбулентность, которая началась прошлой зимой, продолжается и сегодня. Как прошел этот год для нашего района и что нас ждет в следующем году? Здравствуйте, Анастасия! Я очень рад нашей встрече, что мы с вами можем обсудить вопросы. Те вопросы, которые вы волнуете, они, наверное, традиционные в конце года. Да, что хочется сказать, что несмотря на ту турбулентность, которая у нас происходит, в 2022 году экономика Конаковского района работала стабильно. И основным показателем, который является у нас, это исполнение бюджета. Мы выполнили его, исполнили полностью, плюс получили дополнительных доходов 201 миллион, создав тем самым, как бы сказать, подушку или основание для решения вопросов насущных работы администрации на 2023 год. Ну, что мы вот в этом году, как бы-то, вот такие краткие итоги. Ну, во-первых, мы выполнили весь план по ремонту уличной дорожной сети, придомовых территорий, обеспечения безопасности дорожного движения. Проложено и введен в эксплуатацию магистральный газ высокого давления в Телиховском поселении. Закончен этот проект. Прошлый год был первый этап, сейчас второй. И люди уже после того, как он полностью оформится, могут проводить дугазификацию, потому что эти поселения будут считаться как газифицированные. Всего проложили фактически 10 километров. Как я уже сказал, дворовые территории. И отрадно, что мы вышли с 17-го года на сумму ремонта в школу детских садов. Это порядка уже 480 миллионов рублей. То есть полмиллиарда мы вложили. В этом году, в связи с тем, что получили дополнительные доходы, я считаю, надо отметить, это ремонт двух школ фасадов. И в рамках проекта «Культура» мы получили модельную библиотеку. Сейчас там собирается мебель. На следующей неделе будет уже торжественное открытие. И наша межпоселенческая библиотека обретет, так сказать, новую начинку, новый смысл и сможет оказывать все современные виды услуг, которые оказываются в библиотеках в городе Конаково и для всех жителей Конаковского района. Олег Владимирович, есть ли какие-то запланированные мероприятия на следующий год, которые будут особенно значимыми для нашего района? Хороший вопрос. В исполнении бюджета Конаковского района на 2023 год мы дождались, наконец-то, вот это первые ласточки наши, когда планово проводятся капитальные ремонты школ Конаковского района. В этом году мы начали поселение Радченко, а на следующий год эта школа поселка Изопли. И на следующий год эти две школы должны выйти из капитального ремонта. И, наконец-то, мы приступили к серьезной работе по ремонту школ. И я считаю, что эти события, они очень важны. Ну, конечно, и те планы, которые у нас есть, это, опять же, продолжение ремонта дорог, дворовых территорий, обеспечение безопасности дорожного движения. Мы надеемся, что и мост уже пойдет в ремонт, да, наш, который в Конаково. Это строительство двух школ в Ахонино и начало строительства школы в Дмитровой горе. Вот такие знаменательные события, я считаю, что они глобальны для Конаковского района. Олег Владимирович, вопрос непростой. СВО. Ну, конечно, мы все ждем вести с фронта, да. Работа в районе с первого дня, она проводилась, обеспечение наших военнообязанцев первым необходимым, оказание помощи семьям, дрова, трудоустройство, садики, кому нужны были, все вопросы решались. И эта работа будет продолжаться. Сейчас буквально депутат законодательного собрания Александр Викторович Слепышев, ну, совместно была собрана целая машина, как вам говорят, всего необходимого. Это печки, тепловизоры, белье, вплоть до мандарин. И доставлено на передовую. И на следующий год, буквально вот в январе, наверное, будет следующая поездка, эта работа будет продолжаться. Какие планы по инвестициям у нашего района на следующий год? Конечно, это продолжение главного, наверное, инвест-проекта туристического страны. Первый пароход уже у нас посетил наш порт. Теперь в 23-м должен построить быть само здание порта, разработка туристических маршрутов и выход на работу на полную мощность. Но, конечно, эта работа ведется постоянно. В этом году у нас пришел инвестор, это ВОЗский альянс. Он работает над мероприятиями оздоровления экономики, как предприятий уже существующих, не будем называть, конечно, эти предприятия, но они для нас значимы, у них имеются рабочие места, и нам это потерять никак нельзя. И плюс еще инвестиции в строительство. Поэтому работа ведется и будет продолжаться дальше по развитию нашего района. А как обстоят дела с Торжокской фабрикой, которая пришла к нам в этом году? Сколько рабочих мест уже создано, или продолжается ли работа в этом направлении? Настя, хороший вопрос. Большое спасибо за него. Действительно, этот инвест-проект, он дался не очень просто нам, и все-таки результат есть. Филиал открыт, уже создано 5 рабочих мест. Почему 5? Потому что это связано с обучением, и мы надеемся, что в следующем году мы достигнем той цели, и 100 рабочих мест будет открыто для наших жителей, особенно для тех, кто работает в Москве, чтобы они вернулись к нам. Олег Владимирович, не могу не спросить о политической жизни. В следующем году нас ждут выборы. К чему готовятся жителям района? Вы знаете, действительно, выборы в Конаковском районе одно из самых главных политических событий, потому что определяется вектор направления действия администрации на последующие 5 лет. И я хочу сказать, что тут, может быть, знаете, как бы мы находимся на переломном моменте. Вы знаете, что много районов уже объединилось. И вот здесь мы сейчас ждем решения губернатора Игоря Михайловича Рудыни о том, по какому пути пойдем мы. Либо у нас будут выборы состояться, и будет все так же, как по-прежнему, 16 поселений, район, и работа будет, вот как сейчас работаем. Либо мы объединимся в муниципальный район, консолидируем бюджет, который будет уже более равномерно распространяться на все поселения, на все наши населенные пункты. И, соответственно, будет всего один совет депутатов. И это очень важно. К выборам уже готовятся. Вы, наверное, видели, что появляется различный контент в наших соцсетях, да. Не везде он, как говорится, такой красивый и хороший. Люди преследуют свои цели. И здесь очень важно жителям сделать вывод и смотреть, кто что сделал, и отдать предпочтение тем, кто может решить и разобраться в сложном нашем законодательстве и, соответственно, принять решение на благо района. Олег Владимирович, спасибо вам за это интервью. Я надеюсь, что у вас и у вашей команды все получится в следующем году. С наступающим Новым Годом! Спасибо, Настя. Вам огромное спасибо. Тоже в наступающем Новом Году хочется вам пожелать творческих успехов, чтобы ваше интервью имели, как это сейчас, лайков, да, чтобы было неограниченное количество лайков, и жителям было и интересно, и все понятно. Спасибо большое.